Утром после пробуждения я первым делом потушил костер, так как с рассветом стало намного теплее. Немного перекусив, я отправился на разведку, так как я ничего не знал о местности. Лишь после того, как я испил воды из моря, мой разум стал проясняться. Вода пресная? Вчера я ничего не осознавал из того, что я делал, но хороший сон добавил ясности в мою голову. И первое, что я решил сделать, это посмотреть на то, что я умею изготавливать. Увидев знакомое название, я решил, что оно мне пригодится при самообороне. Только нужно немного практики. Первой жертвой я решил сделать дело Фазафра. Они маленькие, но при этом составляют некую угрозу. После того, как я накинул болоз на него, белка перестал двигаться, и хищник стал жертвой. Я решил немного половить рыбы, так как мясо мне не помешает. Но пингвиноподобная птица под названием Гасперорнис мало того, что украл ее у меня, так еще и решил напасть. После того, как я расправился с обидчиком, я получил какой-то органический полимер. И что мне с ним делать? Пройдясь дальше по берегу, я увидел его. Огромное, непонятное и страшное. Я понемногу расчищал территорию возле дома, добывая параллельные ресурсы. А так как еда продолжала портиться, а вес из-за предметов продолжал увеличиваться, я решил поставить термошкаф для хранения продуктов и обычные шкафы для хранения предметов. Для работы термошкафа потребовалась селитра. И для того, чтобы ее изготовить, мне понадобились ступка и пестик. И измельченный камень и кремень продлевают жизнь моим продуктам питания. В инвентаре у меня завалялась металлическая руда. Хм, мне нужна печка. После того, как металл переплавился, первым делом я решил сделать верстак. Дабы уже начать изготавливать металлические инструменты. Первой была кирка, так как она мне позволит добыть еще больше металла. Также я решил сделать место для изготовления приманки. Оно мне пригодится, если я хочу не только охотиться. Установив журнал с описанием животных, я немного углубился в его изучение. После прочтения нужной мне информации, я решил отправиться на поиски 30 этапсов. Они довольно сильные, а значит помогут мне отбиваться от хищников. Пока я искал более сильного представителя этого вида, я увидел большой камень желтоватого цвета. Это была металлическая руда. Теперь мне металла хватит не только на инструменты, но и на оружие. Поднявшись на гору повыше, я нашел какие-то кристаллы. Решив, что ненужных ресурсов не бывает, я их собрал. Побудно получав какие-то редкие грибы. Потом разберусь, на чего они нужды. Пока я искал более сильного трайка, я не раз натыкался на развалины, где были какие-то заметки, оставленные здесь ранее. В них были разные истории, но самыми полезными были те, которые описывали животных и их повадки. Подойдя к очередным трайкам, на меня напала целая стая камсогнатов. Также в лесу я встретил стаю дилофазауров, которые напали на Масхопса. Посчитав, что после него они нападут и на меня, я решил не ждать этого и напал сам. После битвы с дилками на меня напали плотоядные стрекозы и муравьи. Никогда таких не видел, но я получил с ней хитин. После долгих поисков я наконец нашел более сильного трайка. Решив, что я не найду сильнее, я начал его подкармливать. Мы быстро поладили, и он был не против того, что я нахожусь рядом. После того, как он радостно стал резвиться, я понял, мы теперь друзья. Надев на него седло, я смог на нем кататься. И это было веселее, чем бегать на ногах. Во время привала на нас напал Карнатауэр. Он был слабоват, но первая битва была страшной, так как мы не знали, что нас ждет. После победы я решил опробовать возможность моего друга. Он превзошел все мои ожидания. Пробегать сквозь лес так, как будто это ровная площадка. Это было захватывающе. По возвращению домой, я понял, что мне нужно строить дом для моего нового друга. Пробегать на ногах я, но думаю, что вам не нравится. Поехали! Мне шутка! Что же такое? У меня есть лея. Я не знаю, что это ровное делье, но я не знаю. Я не знаю, что это. Давай шутка! Пробегайте... Что же? Я не знаю, что это далеко. Продолжение следует...